Сегодня третий день в пути и сегодня наш путь будет пролегать из Витебска до Полтавы. Мы будем проезжать по окраине города Могилёв, Гомель, Чернигов. То есть в этом направлении, вот направлении этих городов, мы будем перемещаться и будем сегодня проходить две таможни. Мы будем белорусскую таможню проходить и украинскую таможню проходить. Весь путь наш составил также около 900 километров. Мы должны сегодня проехать, опять же, это если не будет никаких больших пробок на таможне. Посмотрим, сколько времени у нас займет это все. Расход топлива у нас получается 13 литров на 100 километров. То есть я посчитала, у меня в среднем где-то вышло, в среднем вышло где-то 117-120 литров на эту поездку третьего дня. И денег было потрачено на эти литры, ну почти столько же, сколько и в предыдущие дни поездки. Тоже в среднем где-то около 5000 рублей было потрачено на топливо. Почему в среднем, почему не точная цифра? Потому что в Беларуси цены немножечко отличаются от наших. Ну, к примеру, 92-го бензина стоимость в 1 рубль 36 копеек. Это в перерасчете на наши рубли, это 42 рубля 70 копеек. 1 литр бензина, что немножечко выше, чем наши цены на топливо. Но в любом случае среднюю какую-то ориентировочную стоимость поездки третьего дня, все равно она как бы калькулируется и выводится. И получилось где-то в среднем около 5000 рублей только на топливо. Мы потратили в третий день поездки. Ну и, как водится, перед поездкой маленький инструктаж. За чашечкой кофа. На границе мы пройдем, как быстро и вообще какие проволочки могут возникнуть. Все зависит от времени. Да. Если там нету очереди, если там все без проблем, быстро, то думаю, к позднему вечеру, да, мы в Болтаву. А сильно долго, да, придется их либо сюда? Нет. Ну как, мы сегодня будем всю Беларусь проезжать. Должны это сделать быстро. У нас договорились. Ну да. Очень думаю, что нам надо будет еще остаться, что-нибудь уже тепло. Да, да, перебросим где-то. Вот так. Встретила у нас Беларусь, а вот таким вот солнышком, такой теплой погодой. Ну что, отправляемся в путь? День третий. Мы в Витебске, держим курс на Болтаву. Впереди две таможни, Белорусская и Украинская. Это был хостел на Октябрьска 10. То есть, вполне себе ничего. Кто сказал, что не может быть вот такого окна? Вполне даже может. Сейчас мы проедем про Беларусь. Посмотрите, как красиво здесь все. А скажите, пожалуйста, кто из автомобилистов не мечтает максимально быстро и с наименьшими затратами добраться до места назначения? Вот и мы тоже задались целью преодолеть расстояние от Витебска до Полтавы, ну как можно быстрее. Одним из способов достижения этой цели является наличие информации о расстоянии между пунктом А и пунктом Б. Но учитывая наш прежний опыт путешествий на автомобиле и учитывая современные технологии в виде навигаторов, мы нашли самый оптимальный для нас маршрут между Витебском и Полтавой. Это конечные точки нашего назначения. И при известной средней скорости своего автомобиля можно с наибольшей погрешностью рассчитать время в пути. В данном случае я знаю, что наша поездка третьего дня составит где-то в среднем 900 километров. И время в пути тоже можно высчитать приблизительно, он составит 14 часов. Ну и плюс, конечно, мы не знаем, сколько время займет на таможне, прохождение таможни, потому что сопряжено с летней загрузкой людей на таможне, как правило, всегда больше, чем осенью или зимой. И поэтому, конечно, это тоже внесет коррективы в наш вот этот временной промежуток. И сколько займет время прохождения на таможне, это, конечно же, всегда сюрприз, всегда какая-то неизвестность, грубо говоря, как уравнение, в котором одно неизвестно. Это вот прохождение, время прохождения на таможне. Сколько это займет, мы не знаем. Ну и, конечно же, отправляясь в дальние пути, ну, нужно не забывать о простых правилах и не упускать из вида ни одну деталь. Обязательно нужно заранее проложить маршрут. Это, ну, один из способов исключить проблемы в пути, в незнакомой местности. Ну, конечно же, заранее уточнить все дорожные развилки. И, конечно же, нужно не забывать, что любому водителю, преодолевающему большое расстояние, требуется отдых. И, конечно же, нужно позаботиться заранее о спланированном месте для отдыха. И если едет не один человек за рулем, а несколько водителей в одной машине, то, конечно, это упрощает передвижение подмены одного водителя на другого. А если один водитель, то, конечно, нужно дать время для отдыха в пути. И для этого нужно бронировать заранее какие-то гостиницы, какие-то остановки, пользуясь интернет-сайтами, там, booking.com, например, которым пользуемся мы, или там разными другими какими-то сайтами, которые позволят вам заранее забронировать ночлег или место отдыха, где вы сможете выспаться, набраться сил и ехать дальше безопасным способом. Не нарушая скоростной режим без видимых на то каких-то причин. Перемещаясь по Белоруссии, где населенный пункт очень и очень много, даже если не заезжая в большие города, и если мы едем по объездной дороге, то все равно получается, что сильно разогнаться-то и не получится, потому что населенный пункт идет за населенным пунктом. О чем свидетельствуют дорожные знаки. Но надо отдать должное местным водителям. Спасибо им огромное за их вежливость на дороге. Это очень сильно бросается в глаза, и большое им за это спасибо. Потому что почти каждый водитель уступает дорогу, если видит, что человек проездом из другой страны. Что интересно, в Белоруссии все подвигаются на бордюрчик, и вступает в место, чтобы человек могло проехать. Вот видите трактора? Могли разъехаться две машины. Ну вот вы и сами, наверное, заметили, да? Очень и очень приятно, когда взаимная вежливость на дорогах, потому что это порождает взаимную и ответную вежливость, которую хочется проявить, будучи где-то в путешествии. Ну и скажу проще. Это просто по-человечески очень приятно. Ну вообще, в целом, что хочется отметить, что заправок очень много, перемещаясь по Белоруссии. Дороги отличного качества, в отличном состоянии все дороги. На заправках оплачиваем по карте. Конечно же, на заправках перед крупными городами, там немножечко бензин дешевле, и старались мы заправляться перед какими-то крупными городами, перед таможней, там, где топливо незначительно, но дешевле. Еще хочется отметить такой момент, что в Белоруссии по отсекатель не заправляют, ну не работает у них такая штука, как отсекатель. Поэтому приходилось более тщательно высчитывать, сколько у нас там в баке осталось там места, и сколько бензина нужно долить, чтобы не перелить по случайности. Это своего рода какие-то мелкие такие неудобства. Ну а так, в целом, я говорю, что дорога, то есть вот мне, как автолюбителю, прям я в восторге от дороги по Белоруссии. Единственный минус то, что очень и очень катастрофически мало придорожных каких-то заведений, кафе, где можно усталому путнику перекусить. Вот здесь, да, с этим, конечно, почему-то очень не развито в этом отношении этот вопрос общепита, придорожные кафе. Здесь наблюдается катастрофически мало. Но, во всяком случае, на этой трассе, где ехали мы, их очень и очень мало. Дальние путешествия на автомобиле, конечно же, это здорово, потому что в любом случае ты едешь куда захотел, остановился где понравилось, делал какие-то памятные снимки или просто интересное что-то увидел, захотел зафиксировать на память, остановился хоть на час, хоть на день. Вне зависимости от того, едем ли мы вдвоем или большой семьей. То есть автомобильные поездки, они прекрасны тем, что оставляют полную свободу менять планы прямо в дороге. Ну, а это значит, что получать максимум удовольствия от поездки. Тем более, когда дети уже выросли, и они уже стали личностями, и с ними вдвойне, в тройне интереснее стало какие-то вести беседы, в поездки, и просто слышать интересные какие-то молодежные взгляды на жизнь. Это, конечно, интересно. А уже поездка на машине в другую страну, или даже в другой город, то это уже целое приключение. Ну и передо мной, как и перед любым водителем, стоит задача сделать дорогу не только комфортную для моей семьи, но и безопасную. И для этого нужно готовиться в дорогу заранее. То есть, все должно быть с собой под рукой на случай мало ли непредвиденных обстоятельств. Ну, например, если вы единственный водитель, вот как я, в дороге, и никто не сможет вас в дороге подменить, то нужно планировать интервалы для нормального сна каждые 700-800 километров. То есть, проехали 800 километров, ну, максимум 900, все. Останавливайтесь, и нужно дать отдых организму. Вот, и при этом каждые 2-3 часа лучше делать короткие остановки для разминок и перекуса. За эти короткие остановки в любом случае глаза дадут какой-то отдых, и вообще немножечко сменить вот это статическое движение в дороге на какую-то разминочку. Ну, а перед путешествием необходимо убедиться, что автомобиль в полном порядке и не подведет в какой-нибудь такой вот момент, иначе отпуск может быть вообще безнадежно испорчен. Конечно, каждый опытный водитель об этом знает. То есть, взять с собой какие-то расходники, какие-то инструменты, ну, там, топливо, я не знаю, кто-то с собой дополнительное резервное топливо берет. Но нужно не забывать при том, что при выезде за границу Пошина не облагается только 10 литров бензина. Я, к примеру, например, вообще не беру дополнительного резервного топлива, ну, потому как там, где пролегает наша дорога, там по всей протяженности дороги очень-очень много заправок, то есть на составе никакого труда заправиться на заправке. Были бы только дополнительные средства для этого. Ну, может быть, глоток вчерашнего кофе меня спасет? Ну, что не знаю. Ну, конечно же, нужно в поездку в обязательном порядке, нужно брать все основные документы на автомобиль, свидетельство о регистрации транспортного средства, водительские права. Это понятно, что это все, все самое необходимое, но перед дорогой, конечно же, это нужно проверить, убедиться в том, что все с собой взято. В общем, гражданский, заграничный паспорт, доверенность на управление, если необходимая, ну, и обязательно страховку, конечно. И при выезде за рубеж, у автовладельца, конечно, должна быть зеленая карта, грин-карта. Это международный полис ОСАГО, ну, который можно приобрести в любой страховой компании. Если вы вдруг по каким-то причинам не успели это сделать, то перед таможней всегда стоят вот эти вот домики страховых компаний, которые вам очень быстро смогут помочь оформить вот эту вот грин-карту. Еще хочу сказать, что нужно заранее выяснить номера телефонных служб эвакуации и помощи на дорогах. Почему? Потому что за 13 лет вождения мне ни разу не нужна была эта служба эвакуации, помощи на дорогах, но в эту поездку она мне понадобилась, о чем я потом вам в дальнейшем покажу и расскажу. Так как у меня вытек антифриз, мне понадобился эвакуатор для того, чтобы перемещаться, но это уже в другом видео, я вам об этом все расскажу. Так что номера телефонов служб, эвакуации и помощи на дорогах вы должны себе отдельно где-то всегда записать, и чтобы они у вас были под рукой на всякий экстренный случай. Ну, а на территории Евросоюза, например, действует единый номер, это номер 112, на который можно всегда позвонить, если вы попали там в какой-то ДТП или для вызова аварийно-спасательных служб. Конечно же, нужно с собой обязательно взять запасные ключи от автомобиля, дорожную аптечку, на всякий случай даже налобный фонарик, там мало ли, да, вот в темное время суток что-то произошло, то он, конечно, вам будет незаменимой такой вот помощью в темное время суток. Ну, и, конечно же, наличность, наличные деньги, то есть кэш, что всегда должны быть с собой на всякий случай. Например, не во всех магазинах и заправках, расположенных вдали от крупных городов, оснащены терминалами для оплаты банковской карты, поэтому наличка всегда в каком-то количестве нужна. Даже если есть терминал, то возможно, что столкнутся с временным сбоем в работе системы безналичного расчета, такой тоже может быть, или какой-то отказ в авторизации, то есть это тоже крайне редко, но случается. Или, к примеру, вдруг у вас будет оплата за проезд по платным дорогам, тоже возможно, что придется потратить какую-то наличность. То есть заранее нужно рассчитывать эту всю сумму и все вот эти вот непредвиденные какие-то моменты, которые могут возникнуть в дороге. Все это нужно заранее, все планировать. Отправляясь в дальнее путешествие. Когда человек находится за рулем, то не всегда есть возможность рассмотреть те места, по которым ты едешь, находясь в поездке. И вот благодаря моей камере, на которую я снимала эту поездку, есть такая возможность повторно разглядеть, когда я делаю вот этот вот сюжет небольшой о моей поездке. Конечно же, я с удовольствием смотрю вот эти все места, вот эти все пейзажи, вот эту флору, фауну, проезжая по территории Белоруссии, Украины. То есть все вот это вот я смотрю и с удовольствием подмечаю для себя какие-то такие красивые моменты, которые, конечно же, проезжая на какую-то скорость, ты не всегда успеешь уловить это взглядом. И только благодаря вот этой видеосъемке с удовольствием вот сейчас сижу и наслаждаюсь такие пейзажи красивые. Такое красивое небо сопровождало нас на протяжении всей поездки. Такие огромные просторы, поля, ухоженные поля на территории обоих государств. Очень видно, что люди любят свою землю и обрабатывают ее с пользой для себя. Конечно же, это все очень приятно нам просто, транзитным пассажирам. Да, вот мы путешественники, проезжая мимо, конечно же, это все видно, что здесь огромный труд вложен в это все. Ну и как водится, заезжая на территорию Беларуси, вот каждый год, каждый раз, когда мы бываем здесь, то всегда сопровождается хотя бы небольшой участок, но дождем. Это всегда. Такое вот у меня складывается ощущение, что здесь, ну, зачастую такая сырая погода. Может быть, мое мнение, конечно, ошибочно, но сколько раз я не заезжала, сюда, то всегда сопровождается дождем. Мое поиск. Говорят, что сушистку такой поверье. Если дождь сопровождает тебя в течение пути, то это к удаче. Ну, буду надеяться, что это так. А еще здорово, что где бы ты ни был и просто остановился на какой-то перерыв, на отдых, то всегда можно встретить людей, которых ты абсолютно никак не знаешь, с которыми можно просто поговорить о том, о сём, и они с тобой откровение учат так, как будто бы ты самый родной человек на земле для этого человек. Ну, что, собственно говоря, произошло и в эритрасе. Мы остановились перекусить, и в эритрасе у нас. Что, не работает? Нет, похороны там. Никому сейчас ничего не нужно. Никому нет. Нет, никому. Вот живешь своим, я на пенсии. Уже с 94-го года на пенсии. Оно не хватает. Если я получал 300 долларов, дали мне первоначальную пенсию, то я на сегодняшний день, за 24-е годы, я 250 получаю. Разве я могу подняться? Если бы они увеличили на 250, 350, да, я... А так, о, приходится, стоишь с этими яблоками, на тосты, яблоки. Наших белорусских рублей за бур, а вот есть 10 рублей, мне кажется, это хорошо, это на день, это на день в магазин сходить, а то 5, я у тебя постоял день, заранее на этой, 8 рублей заработал. Лучше бы работал где-нибудь, чем, работаешь не? Да, все разварили, все разварили, все. Тоже, да? Все как-то есть. Была крапка хозяйства, осталась одна ферма, она ферма, опять-то ярость, два трактора. Выслушав дедушку о его невзгодах, мы все же начали продолжать свой путь в поисках придорожного кафе, где могли бы мы остановиться и перекусить. И вот нам посчастливилось, вот, встретили очередную кафешечку, где нас встретили молодые девушки, очень приветливо. И мы здесь перекусили. Остановились отобедать. Скоро граница. Добрый день. Ну, давайте, давайте мне бивное и куре. Мы к вам со сменой, да? А есть какая-то еще? Три экзотические есть. Экзотическое – это курица, грибы и сыр. Ну, без разницы. Давайте, ложим. Четыре? Да. Четыре курица? Хорошо, хорошо. Спасибо. А вот это есть? Да. Сейчас. Ну, такой придорожный кафе. Четыре отбивные. Три куриные, одна свиная. Куре, три кофе, одно пиво. И стоит 30, да? 50 рублей. В принципе, очень вкусно. Свеженькая, только приготовленная. Душно перед грозой. Буржевой транспорт. Его здесь много. Кстати, в Беларуси очень много на лошадях люди ездят. Берегут экологию. Трасса М8Е95. Трасса М8Е95. Температура для морковых 26,5. 12 часов 20 минут. Жаркий полдень. Мы покушались на 32 рублей 50 копеек. И осталось немножко доехать до таможни за границей с Беларусью, с Украиной. Хорошенечко подкрепившись, мы продолжаем наше путешествие и двигаемся дальше. Осталось не так уж и долго. Скоро мы доедем до границы. И перед самой границей, конечно же, нужно заправиться, накормить своего коня железного. Мы не знаем, сколько займет время на прохождение на таможне. И сейчас мы заезжаем тоже на заправку, которая располагается рядом с границей, для того, чтобы залить полный бак бензин. После того, как подзаправились, конечно же, мы приближаемся к самой таможне. Первая у нас белорусская таможня. На ней, в общем-то, никаких трудностей обычно не происходит. Все достаточно происходит корректно. Люди квалифицированные работают на таможне. И все быстро, оперативно. Проверка документов, заполнение необходимой формы. Все проходит быстро и спокойно. Так же прошли на таможню, как и в прежние годы. На нейтральной зоне едем на украинскую таможню. Проходить украинскую таможню. Белорусскую прошли без проблем вообще. Все, покидаем Белорусскую. И сейчас это нейтральная территория. Ну а на украинской таможне тоже никаких проволочек не было. Единственная очередь из машин, которая образовалась на самой границе, только вот время прохождения единственная была проволочка. А так никаких не было препонов. Единственное, что более тщательно, конечно же, проверяли машины с российскими номерами. Ну и все. А так все корректно, все спокойно, без каких-либо тенейства стороны таможенников. И на все про все, где-то вот прохождение у нас заняло где-то 3 с лишним часа. Поэтому мы немножечко в пути задержались. То есть по нашему плану приехать до конечного пункта назначения у нас было где-то 14 часов запланировано. Но получилось 3 часа больше. Ну, говорят, что нам все равно еще повезло, потому что это не такая большая очередь, как обычно это бывает в такие вот месяцы пиковые, когда люди едут в отпуск, едут на море, то очередь из машин гораздо больше. Поэтому, поняв, что мы счастливчики, оказывается, мы едем дальше. Думаю, что нам очень крупно повезло. Мы на Украине! Заехав на территорию Украины, нас Украина тоже встретила теплом, хорошей погодой. И вот этот прямой участок, он очень такой протяженный. Вот эта двухполосная дорога, полоса в одну сторону, другая в другую сторону. На этом участке дороги можно ехать 90 км в час. Участками дорога ремонтируется. А в целом дорога достаточно приличного качества. Когда встречаются двухполосные вот эти вот участки, то обязательно нужно ехать по крайней правой полосе. Только на обгон вы можете перестраиваться на левую и потом, обогнав, допустим, какой-то транспорт, то вы опять так же перестраиваетесь на правую сторону. И это обязательно условие, чтобы не влететь на штраф. Разрешенная скорость 110 км в час. И так вот мы ехали, перемещаясь по разным населенным пунктам, любой из примечательностей разных городов. Заезжая в Чернигов, хочется сказать, конечно, слава и благодарности ребятам, которые работают на СТО в Чернигове на улице Казацкая. Они нам очень здорово помогли, когда была небольшая поломка с машиной. Очень быстро и качественно отремонтировали наши автомобили. Но об этом будет сюжет отдельный. Отдельное видео я про это тоже постараюсь смонтировать. И в Чернигове мы с удовольствием всегда останавливаемся в разных кафе, делаем небольшой перерыв, потому что ожидание на таможне, оно, конечно, сильно выматывает и оказалось в ближайшем городе от таможни. И, конечно, мы останавливаемся и с удовольствием там кушаем. Воронье гнездо называется. Воронье гнездо называется. А знаете, почему так называется? Почему? Потому что идет от матросов, когда на мачте самая вот эта высшая точка, когда смотрящий там, куда чего как раньше, давно-давно. И там такая, как типа, как корзина такая была на этой мачте. И туда должен был залезть на так высоко-высоко матросик. А, и наблюдать, смотреть, смотреть на цель, набирать там сфер-капитана, и потом еще нападать, и так далее. Это называлось Воронье гнездо, вот оттуда и пошло. Все вышки вот эти. Сына, ну ты ощущаешь, что ты на Украине? Да, я еще нет. Нет, когда Галушка скажет, поедем. До Полтавы доедем. А там уже, да. Там, куда там уходим? Оба. Че? А тут ремонт. Ладно. Ну че, прямо едем, так? Если направо нельзя. Нет, нельзя. Тут как в Беларуси. Я же за что я в Усла. Только это все по Украине. Да? А Усла тоже такой же, да? Да, наверное. Так, мы все, выехали. А вот с Чернигой мы выехали, или на Полтаву. Осталось километров 400, наверное, да? 388. От таможни 380. Ну, от Чернигой 380. Трень. А уукортизащит. 6я 470. Трень. Субтитры сделал DimaTorzok Ехали мы, ехали Вот яблочки увидели Сейчас на рву яблочек И в Мурманск привезут Кушать станут Вон их сколько Вкусные, вкусные Сладкие, сладкие Сочные, сочные Красота И в магазин ходить не надо Ай, вкуснятина Ну что, осталось сделать Последний рывок, последний марш-бросок Такой вот Потому что Трехдневная дорога В любом случае, какая бы она комфортная не была Но она все равно выматывает, как и любая другая дорога И хочется уже поскорее добраться До пункта назначения И уже наслаждаться отпуском Устала ли я за эти три дня поездки? Спросите ли вы мне? Ну, я вам отвечу так Я, наверное, больше устала монтировать этот вот фильм Все вот эти видео, которые я Сняла на свою камеру Которую я решила протестировать В этой поездке Вот, наверное, больше я устала монтировать Вот эти сюжеты Их вместе компоновать Вот это вот комментировать Сделать наиболее интересное для просмотра Не только себе Дорога переходит Видел? Да, я видел Представляешь, сколько она лет стоит? Годов 70-х Можно сказать Вот та девочка, которая сидит Мама Ну, чтобы и вам Если кому-то интересно Буду очень, конечно же, рада Что не зря я все это делала Ну, потому что, во-первых, конечно же Это память Это память себе Прежде всего О моей поездке Это зимними вечерами Когда ты сидишь дома На Крайнем Севере Конечно же, хочется посмотреть Вот эти летние пейзажи И это, прежде всего, память Но если еще кому-то это понравилось То буду только очень рада Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok